Вадим Анатольевич, я по краю пройду Ваших земель Итак Я потратил сутки, честно скажу Пока просто разбирался с этой таблицей С этой новой классификацией И с тем, что происходит Достаточно сказать, что среди экстранодальных лимфом Интенсиальная была раньше Т-клещная лимфома, ассоциирована с антропатией Ее дальше делили, как хотели Все никак не могли договориться Где она ассоциирована с целиакией Где она не ассоциирована с целиакией Сейчас эту лимфому Интенсиальную разделили Просто на три типа Один тип соотносится с целиакией С другой не соотносится с целиакией А третий просто индолентный вариант Непонятно, что с ним делать Мой доклад сегодня посвящен Надальным форумам А про все остальные, как я понимаю Или значимую часть Вадим Анатольевич расскажет через пару дней На конференции четырех столиц Итак, надальные Периферические токлеточные лимфомы Не специфицированы Что интересно, мы начали понимать Вот лично у меня складывалось ощущение Когда раньше рассуждали Ото клеточных лимфомах Описывали какой-то гистологический препарат С какими-то маркерами Но не было понимания Как при Б-клеточных лимфомах Четко откуда что появляется Вот сегодня, если открываем классификацию 2018 года, если не ошибаюсь Там четко пишется предшественник Глава большая, четко пишется в конце Предшественник Это очень важно, потому что это вселяет надежду На то, что мы так же, как в хроническом лимфолейкозе Найдем принципиальные пути От которых зависит выживаемость Этих опухолевых клеток И будем двигаться Так вот, Т-клеточные лимфомы Есть теперь отдельный потип Из фолликулярных Т-хелперов К ним относятся ангимонобластные К ним относятся фолликулярные Т-клеточные лимфомы Надальные, периферические И отдельно стоят АЛК Позитивные Отдельно Я для экономии места здесь их вместе соединил Отдельно АЛК негативные Это совершенно разные две лимфомы У которых, по всей видимости, их объединяет всего несколько пунктов И Анаплазированная Ана пластическая или анаплазированная Крупноклеточная лимфома Ассоциирована с грудными имплантами Нам о ней знать надо Потому что эти больные будут все чаще и чаще появляться Но она имеет только, скорее, общие слова Общее название А клинические – это совершенно-совершенно другая Лимфома Проблема такая же Если взять шведский регистр То Т-клеточных лимфом из всех лимфом 7,5% Если послушать специалистов по Т-клеточным лимфомам Они будут говорить до 20% Но мы все видим, что встречаемся мы с ними редко То есть собрать большую статистику Очень-очень сложно То есть для сравнения Если помножить больных с лимфомой С 5,5% в два раза Это закроет все Т-клеточные лимфомы В принципе Созари, не созари Все закроет Хотя мы знаем, что лимфома с 5,5% в два раза Довольно редкое заболевание Так вот То, на что опирается Это статья Джули Восс Опубликованная в 2008 году Собравшая данные вообще с 90-х годов 22 центра 1314 пациентов Где они попытались Хоть как-то примерно охарактеризовать Что происходит с Т-клеточными лимфомами У нас сегодня речь идет Как раз вот о периферической Ангимонобластной И вот о крупноклеточных Анапластических лимфомах Они сразу обратили внимание Что по регионам Частота встречаемости этих лимфом Разнится Например, та же Т-клеточная лимфома С сырной с антропатией То есть где Значимый вклад носит целиакия На Востоке их практически нет 1-2 процента Их частота Среди т-клеточных лимфом Возрастает до 7-8-9 процентов В Европе и в США Значит, периферическая т-клеточная лимфома Не уточненная Недеяна возраста 60 лет Выживаемость довольно негативная Мы на этом чуть позже остановимся Уровень экспрессии CD30 Тот маркер, которым у нас сегодня есть антитело Варьируется Что очень важно Он выявляется не во всех клетках Не всегда И может быть с разной частотой Выявляться в клетках опухоли Но это наиболее частый подтип Ангимонобласты Это клеточная лимфома Которая происходит из других клеток Предшествий Как я уже сказал Из фолликулярных CD4 Позитивных Т-хелперов Также медиана возраста Чуть больше 60 лет И что очень важно Среди всех т-клеточных лимфом Это заболевание Вот на дальних Характеризуется наиболее частым Наличием B-симптомов И очень негативная Также выживаемость Уровень экспрессии CD30 Также широко варьируется Анопластическая Т-клеточная лимфома Значит, АЛК-АЛК-Плюс Часто это генерализованные Лимфомы С влечением Причем это могут быть Совершенно разные органы И помимо лимфатических узлов Не очень часто Костный мозг увлекается 10% случаев Но часто Кожа, кости Легкие И так далее Что это заболевание Отличает Морфологически Иммуногистохимически Это строгая Экспрессия CD30 Вот Она должна быть строгая И в В том числе В комплексе ГОЛДЖ Так называемая Дот-лайк реакция Чуть чаще болеют Мужчины Но Анопластическая Крупноклеточная Лимфома АЛК-Плюс Вот как раньше Академик Воробьев Говорил Про полосты кроветворения Вот Что Ходжкиным болеют В основном молодые У пожилых Он редко встречается Также Анопластическая Крупноклеточная Лимфома В основном Медианый возраст На самом деле Колеблется Где-то около 14-16 лет К 30 годам Частота встречаемости Практически Сходит на нет Еще какие-то единичные Случаи в 40 Естественно Можно встретить И в 70 лет Но основная масса больных Это молодые больные В отличие от АЛК-негативной Там начинается Частота Где-то между 40-60 годами Основная масса Больных Ну В 90% случаев Удается выявить Перестройки Морфология Это то Что Каждый раз Касаясь Таклящих Лимфом Я понимаю Что должны Существовать Отдельные Специалисты Занимающиеся Только Этой Нозологией Вот это Маленький Маленький Момент Касающийся Диагностики Значит При АЛК-позитивной Лимфоме Происходит Накапливание АЛК Вот этого Гена Он часто Встречается При раках Поэтому Очень широко Изучен Так вот Если Перестройка Происходит Со второй На пятую Хромосом Получается Химерный Ген Который В норме Не существует НПМ АЛК Благодаря Этому Вот этот Ген АЛК Может И Находится Во всей Клетке Цитоплазме В ядре И так далее Но Стоит Гену АЛК Сцепиться С другим Партнером Уже Начинает Меняться Нахождение В клетке Либо Только Вдоль Мало В цитоплазме Вдоль Мембраны Только В цитоплазме Либо Вообще Отдельными Вкраплениями И это Я говорю Только О маленькой Маленькой Проблеме В иммуногистохимической Диагностике То есть Это отдельно Если мы Дальше Погрузимся Просто в уровень Экспрессии CD30 Мы там Утонем Это можно Об этом Часами Разговаривать То есть Очень-очень Сложная Проблема И так Должны Несколько Слов Сказать В отношении Аннопластической Крупноклеточной Лимфомы Ассоциированы с имплантами Медиана возраста Заболевших Это 50 лет Преимущественно Это естественно Женщина В большинстве случаев Это первая стадия Она представлена Выпотом вокруг импланта В третий случай Встречается Подмышечная Лимфоденопатия Но В значительной части Случаев В измененных Лимфатических В увеличенных Лимфатических узлах Не находят Признаки Заболевания Медиана Междуустановка Импланта В среднем 10 лет Но Есть описание Что От нескольких лет До 20-30 лет Фенотип Сэкспресс Сидит 30 И Нормальный аналог Такой же Это активированные Зрелые Токсические Т-лимфоциты Первый случай Описан в 1997 году Частота встречаемости На самом деле Нет рекомендаций Не использовать Грудные импланты Потому что Частота встречаемости Очень-очень низкая И есть ассоциация Что с тектурированными Имплантами Более агрессивно Протекает Это заболевание И сейчас Насколько я понимаю Во всем мире Их изымают Из оборота Эти импланты И оставляют Только Гладкие Импланты Более При которых Менее Реже встречается И при которых Менее Агрессивно течет Метод лечения Основной Как это ни странно Хирургический Значит удалить имплант Если есть плюс ткань Удалить целиком плюс ткань Химиотерапия Ну провести Несколько курсов ЧОП 2-4 курса Если нет признаков Опухоли И то не обязательно Выживаемость Очень-очень хорошая И вот Просто уже По этому Насколько Отличается Эта лимфома От всех остальных Т-клеточных Нодальных лимфом Итак Если вернуться К работе Джулии Вос Где 1300 больных Было описано Уже сразу Было замечено Что анапластическая ЛК-позитивная Лимфома Живет в целом Лучше Но что очень важно Значимое влияние На прогноз Оказывает Объем Фактически Опухоли Международный Прогностический Индекс То есть объем Агрессивный Сколько сайтов Вовлечено И так далее И в зависимости Вот от Международного Прогностического Индекса Резко Различается Выживаемость Больных И это видно Вот на этом Примере Анапластическая Крупноклеточная ЛК-позитивная Лимфома При отсутствии Признаков Неблагоприятного Прогноза Пятилетнего Живомости 90% А если IPI-4-5 То практически При всех Заболеваниях Прогноз Крайне Негативный Что было Совсем Странно Не нашли Влияние Антрациклинов На При использовании При лечении Вот этого Ностайпа И ангиуменобластная Клеточная Лимфома Фактически Но Нужно понимать Опять же Что это была Сборная Солянка Всех больных С 90 по 2002 год Анализ Дальше Итак Если Двинуться В попытках Анализа Лечения Что На сегодняшний день Известно Немецкая Группа Которая Проанализировала 290 Практически Больных Из 343 Именно С надальными Лимфомами А в классической Крупноклеточной Лимфомы Зеленым Лечится Лучше всего Все остальные Лимфомы Причем Оценивается К сожалению Трехлетняя Выживаемость Вот 3 года Я проведу Здесь И здесь Мы видим Что плато Достигается Только где-то После 5 лет То есть Крайне-крайне Негативные Результаты Лечения Но Было выявлено Что добавление Випезида Добавляет К бессобытийной Выживаемости Но У молодых Больных Малого 60 лет С нормальной Концентрацией ЛДГ Но тем не менее В других группах Эта теория Перепроверялась И в том числе В анапластической Крупноклеточной ЛК-позитивной Лимфомы Добавление Випезида Что-то добавляет Шведы Тот регистр На который я ссылался Пытаясь Чуть-чуть Принизить Людей Занимающихся Т-клеточными Лимфомами Анапластическая Крупноклеточная ЛК-позитивная В общем Все понятно Что делать Все остальные Лимфопролиферативные Все остальные Типы Лимфом К сожалению Все довольно Негативно Но Они выявили Что Помимо Мужского пола Что он играет Негативную роль Ну это понятно Мужчина хуже Переносит Химиотерапию И так далее Что Аутологичная Трансплантация Свои 20% По всей видимости Добавляет К общей выживаемости К пятилетней Именно Общей выживаемости Больных С периферическим И что Добавление Випезида Опять же Это метаанализ Больших выборок Здесь не было Сравнений Face to face Также 15 где-то Процентов Добавляет То есть На следующий день Можем сказать Что Если мы имеем Человека Моложе 60 лет Особенно С нормальной Концентрацией ЛДГ Наша цель Это использовать ЧУЭП 6 курсов 8 курсов Не увеличивает И попытаться Выполнить Аутологичную Трансплантацию Естественно В полной Ремиссии Результат Аутологичной Трансплантации Лучше В отношении Аутологичной Трансплантации Еще можно добавить Также Регистр Нордик Лимфомы Групп Они пытались После курсов ЧОП ЧОП Подобных Режимов ЧУЭП Выполнять Аутологичную Трансплантацию И вот Из 160 больных До этапа Аутотрансплантации Добралось 115 72 Но длинная 5-летняя Общая выживаемость В общем Колеблется Около 50 Процентов И пока Ничего лучше До эры новых Препаратов Сделано Не было Попытка Добавить Алемтозумаб Хороший Первичный Результат Анти CD52 Но Совершенно Ужасающее Инфекционное Осложнение Пневмоцистной Пневмонии Сепсиса И так далее Протокол Был похоронен Из-за токсичности Попытка Добавить Я не знаю Как называется Это вещество Полной Ремиссии 55% Много Пациентов Было Исключено Протокол Не пошел Дальше Был ход Такое ощущение Я думал Что это Отделение ГИД Под руководством Сергея Кирилловича Кравченко Работало Пыталось ЧОП заменить На все Работающие препараты Добавить Цисплатин Это позит Генцитабин Соломедрол Мне казалось Как во времена Моей юности Аспирантура Вот это Мы сделали Все получилось Только хуже Общий ответ 39% Двухлетняя Беспрогрессивная Выживаемость Совсем Негативная Единственное Что можно На сегодня Сказать Когда мы Говорим О пациентах С рецидивом С прогрессией То что По всей видимости Работает Циклоспорин Была попытка Присоединить Ритуксимаб Идея Состояла В том Что эта лимфома Часто ассоциирована С вирусом Эпштейн-Бар Есть крупные Б Но крупные Но нормальные Б Лимфоциты Нагруженные Этим вирусом Давайте мы снимем Хотя бы часть симптомов И так далее К сожалению За этот день Ничего не вышло Но было даже Исследование По оценке Эффективности Схемы РЧОП У больных С ангимонобластной Лимфомой Но частота Общих ответов Не увеличилась С добавлением Ритуксимаба Новые препараты В США Зарегистрировано Три ингибитора Гистонда Ацетилаза Один из них Вариностат Только на кожной Лимфомы Два других Вариностин Вариностат Зарегистрировано В том числе Для наддальных Лимфом Каждый четвертый Больной отвечает Процент полных Ремиссий 15-10 Пролатрексат Удобный препарат Раз в неделю В очень высоких Дозах Треть больных Отвечает Бендамустин Мне больше всего В этом препарате Понравилось Название исследования Бентли Но частота Общих ответов На самом деле Сравнима С более дорогими Препаратами Брентуксимаб При анапластической Крупноклеточной Лимфоме Частота ответа 86% И это явилось Поводом к регистрации Препарата В США И у нас При других Сборной солянки Надальных Лимфом 41% Итак Буквально Несколько слов В отношении Брентуксимаба Частота Полных ремиссий Как я уже сказал Более 80% Включались больные Как с ЛК-негативными Так с ЛК-позитивными Формами Большая часть пациентов Был достигнут ответ И общая выживаемость Представлена На данном слайде Что интересно У пациентов Буквально неделю назад Вадим Вадимович Вы об этом говорили Что с ЛК-негативными Лимфомами Ответ чуть лучше Мне кажется Что ответ кроется в том Не вот здесь С ЛК-негативными Чуть лучше ответ На брентуксимабе На брентуксимабе Чуть лучше Обычно все наоборот Максимальный эффект На АЛК-позитивные Максимальные Мне кажется Здесь скроется в том Что АЛК-негативные Включали чуть раньше Чем АЛК-позитивные Их пытались АЛК-позитивные Еще чем-то лечить До включения В клиническое исследование Нет Я не имею ввиду В данном случае Первую линию Нет Мы про терапию Рецидив Я не имел ввиду Я имел ввиду Брентуксимаб В рецидиве Потому что препарат Зарегистрировали В первой линии У пациентов С анопластической Крупноклеточной Лимфомой И в регистрационном Исследовании Да В регистрационном Конечно В первой линии А вот именно в рецидиве Парадоксальным образом Немножко Обратно Значит Исследование шло Ну В силу каких-то причин Я к сожалению Не могу о нем Сегодня говорить Могу только сказать Что идет Что оно уже закончилось Это ЧОП Против ЧОПа с Брентуксимабом Минус Винкристин Там результаты Позитивные На основании Этого исследования В США Брентуксимаб Зарегистрирован Но у нас В первой линии Уже Сидит 30 позитивных Лимфом Но у нас Он регистрацию Еще не получил Нужно остановиться На том Что Вот препараты Все эти новые препараты К сожалению Не одинаково Воздействуют На разные подтипы Т-клеточных лимфом И Те же Ингибиторы Хайдак При анопластической Крупноклеточной Лимфоме Работают хуже Чем При Перифидической Нос Тайп Что Из нового Ну относительно нового Но что не пошло Была попытка добавлять Бортозомиб По всей видимости Существенного эффекта Получено не было Ревлемид Около 30% Коротких К сожалению Ответов Три месяца Буквально Алисертип Это Ингибитор Авроракеназа Начали исследование Начали третью фазу Провели Остановили досрочно Все К сожалению Препарат Областных Лейкозах ФЛТ Позитивных Германии Он даже Зарегистрирован Здесь У 75% Больных Достигала стабилизация Но еще раз Это препарат Который просто блокирует Все передачи сигнала Внутри клетки И Дувелизип У него Включено 30 больных Это Довольно много С периферической Токлещенной лимфомы Это Ингибитор Гамма-Дельта 5.3К Ингибитор Гамма-Дельта Частота Ответов 42% Но продолжительность Ответов Неизвестна На самом деле Это вселяет Некую надежду Что идет Поиск Новых вариантов Терапии Спасибо